Привет, друзья! Вы смотрите четвертый наш очередной выпуск дневника мангровой теплицы. И сегодня я расскажу немного о субстратах, ну и заодно покажу, что мы тут делаем, собственно говоря. Сегодня речь пойдет в первую очередь о керамзите. Я считаю, что это лучший субстрат для гидропоники с системами ДВЦ, да, дипот и калчи. Как раз такие системы будут установлены у нас в теплице для выращивания мангров. Еще, думаю, вам интересно будет знать, что керамзит вы можете использовать в фитофильтрах, да, это касается, в первую очередь, аквариумистов. Я, конечно, не понимаю, нахрена вообще аквариумистам нужны эти фитофильтры, потому что вещь совершенно бесполезна. Ну, сейчас не об этом. В фитофильтры вы также можете засыпать керамзит. С керамзитом есть какая-то штука. Вообще, это отличный субстрат, он хорошо пропускает воздух, хорошо пропускает воду, корням, где он нравится. В общем, все здорово. Но из-за того, что в нем содержится большое количество карбонатов и гидрокарбонатов, да, я могу насчет гидрокарбонатов ошибаться, карбонатов, он очень сильно, вот прямо из пакета, очень сильно повышает pH. Да, если вы возьмете, например, в садовом магазине пакет керамзита и засыпите его в воду, вы получите 8,5-8,6. Напомню, что в гидропонике оптимальный pH является в районе 5,5-5,8, где-то так. Значит, как с этим бороться? Вариант 2. Либо вы можете купить готовый керамзит в гроверском магазине, да, специализированный магазин для гидропоники именно. Стоит он лютых денег, ну, просто каких-то невменяемых, типа там рублей 400 литр, да, вот такой подготовленный. Или вы можете купить просто керамзит, да, какой-то на строительном рынке, там, или даже в садовом магазине не подготовленный, и подготовить его самостоятельно. Суть подготовки заключается в том, что вы либо связываете эти карбонаты, которые поднимают pH, либо заставляете выпасть их в осадок, как это по-русски так сказать. Но не суть. Короче, нужно нейтрализовать эти карбонаты. Два пути есть. Либо вы можете использовать какую-нибудь фосфорную соль, да, например, там, суперфосфат какой-нибудь в том же садовом магазине можете купить. Или, не знаю, фосфорную кислоту можно использовать, то же самое, более трудоступное. Суперфосфат, он там 20 рублей пачка стоит, поэтому можно его использовать. Либо использовать кислоту, вот, чтобы нейтрализовать эти гидрокарбонаты. То же самое для аквариумистов, да, это тоже важно, потому что если вы зарядите фитофильтр, свой на таком сыром керамзите, он будет у вас первое время, да, там, может быть, два месяца, может быть, три месяца, будет люто, бешено поднимать pH. В вашем модном аквариуме, там, с рыбками, это нафиг не нужен, такой высокий pH. Конкретно в моем случае у меня будет гидропоника морская, да, то есть у меня будет соленая вода, там, 15-20 промилле где-то. И мне, наоборот, интересно, чтобы керамзит поднимал pH, да, мне нужен, я ориентируюсь где-то на 82-83, поэтому я промывать не буду. Ну, вот вы можете использовать такой нехитрый способ и сэкономить здорово денег. Я, например, сегодня купил на строительном рынке отличный керамзит, называется он засыпка для пола. Сейчас покажу еще. Отличная фракция, там 1-5 миллиметров, то есть крупную тоже не нужно брать, плохо цепляется корень. Вот где-то 3-5 миллиметров это то, что нужно. И я его сейчас промыл просто под проточной водой и сейчас буду засыпать в своей ДВЦ-системе. Ну, вот, в общем-то, это она, сухая засыпка. Тут расхваливают ее, какие у нее преимущества, но не это нас интересует. Сейчас попробую показать вам, какая фракция. Вот, я достал, насыпал в горшочек, чтобы вам показать. Вот, примерно такая фракция. Я считаю, что она для растений, самая торт. И если вы купите фирмовый керамзит за сотни рублей, вот он будет такой же. Прежде чем я перейду к наполнению вот этих своих гидропонных емкостей, я хочу вообще свои мысли озвучить по поводу фитофильтра. Мне Вадим подсказал сейчас, что у многих аквариумистов бомболейло. Сейчас переключится просто по поводу вот этого моего заявления о фитофильтре. Я могу ошибаться, вернее, я наверняка ошибаюсь. И, не знаю, или дизлайк мне поставьте там, или переубедите, попробуйте меня. Но вот, что я думаю по поводу фитофильтра. Растения, это не просто так, что ты его воткнул в воду, и оно у тебя растет, да? Безусловно, так тоже можно, тоже будет расти, но темпы роста будут никакие. И смысл, в общем-то, теряется. Поэтому, ну, ладно, что-то я воду лью. Значит, что хочу сказать. Рыбки и вообще аквариумная система требуют иных отличных условий от тех, которые требуют растения. Это практически по любым параметрам взять. Если взять оптимальные условия для растений, для гидропоники, то PH, например, нужно держать в районе 5,6-5,8. Это оптимальный PH, да? На таком PH выращиваются все помидоры, например, которые вы покупаете в магазине, да? Ну, на крайний случай 6,2. Там почему вызвана такая довольно кислая реакция, да, чем обусловлено? Есть табличка... Вот, сейчас я покажу на мониторе. Сейчас я тут прикреплю ее. Есть табличка, которая показывает, как усваиваются те или иные макро- и микроэлементы в зависимости от PH. Да, в зависимости от кислотности среды, некоторые элементы усваиваются очень хорошо, а некоторые плохо. Вот вы здесь в табличке можете посмотреть, как, например, калий... Да, я сейчас просто по памяти плохо помню. Калий, азот, по-моему, требуют 5,5,8, кажется. Некоторые микроэлементы требуют для хорошего усвоения, там, 7, да? Ну, в общем, вы видите, что есть оптимальный PH для выращивания растений, есть неоптимальный. Так вот, напомню вам, что в аквариуме оптимальный PH, он в районе 7, да? Ну, 7,2, наверное, вот так, и то, наверное, это кислое. То есть, ближе к нейтральному. Таким образом, это первое расхождение, где вы не можете обеспечить одинаково хорошие условия и для растений, и для рыбок. Потом второе, да, что мне не нравится в этой затее. То есть, растения для активного роста требуют довольно много питания. Я говорю сейчас о таких макроэлементах, как азот, да, фосфор, калий. Это три основных макроэлемента. И, например, если взять азот, то среднее значение для гидропоники, ну, такое усредненное, да, около 150-180 мг на литр чистого азота. Блин, это дохерище. Если вы столько сделаете в аквариуме, у вас рыбы крякнут, да? В аквариуме мы стараемся поддерживать, в кресле, я сейчас говорю, мы стараемся поддерживать, ну, не знаю, до 20 мг на литр по нитратам, да? Если эти 20 мг на литр пересчитать в чистый азот, это вообще фигня получится. То есть, там, я не помню, я на скидку формулу, там что-то около полутора коэффициентов. То есть, получится азота там, в общем, недостаточно для роста растений. То же самое по фосфору. Фосфора в аквариумной воде фосфатов должно быть еще меньше, а для растений, например, нужно ломить фосфатов 65, да, где-то там 70. То есть, опять же, много. Некоторые микроэлементы жизненно необходимы для растений, такие как молибден, тот же самый, марганец, они, в принципе, не содержатся в аквариумной воде, да, или в каких-то следовых количествах. Поэтому фитофильтр сделать можно, наверное. А, ну и вот самая главная-то задача. Я понимаю, что это получается как бы и красиво, и вроде бы фильтрует. Безусловно, что-то растения с голодухи будут вытягивать из воды. Ну что, нет других нормальных средств фильтрации в аквариуме, да? Есть современные эти ацербенты, есть банально подмена воды, есть эти самые бактериальные всякие добавки. Ну, в общем, мне кажется, что есть какие-то более, да, классные способы, как очистить аквариумную воду. По поводу того, что красиво. Ну, если вы хотите красиво, сделайте классную на гидропонике систему над аквариумом, она у вас будет переть просто буром, да, все это будет фигачить. Ну, в общем, не знаю, не знаю, себе, наверное, я не буду делать фитофильтр. У меня есть объект интересный, я обязательно вам покажу, поскольку мы эту тему завели уже в ближайшее время. Объекту этому аквариуму лет, наверное, уже шесть. Он сформировался, его можно показать. Представляет на себя систему, там, 4 метра длиной, просто банка огромная. Там соленая вода, и там растут мангры. Мангры капец, просто до потолка. Вот, и я там бью с теми же самыми проблемами. По сути, там тоже фитофильтр, потому что у меня там вообще морской аквариум, где я ничего не могу добавлять для растений. И я удобряю там растения только по листу. Да, а листовой в подкормках удобрения там тоже можно телегу на полтора часа налить. Это отдельная тема огромная. Вот, ну ладно, что-то вообще воды сегодня миллион налил. Буду сейчас засыпать керамзит в наши ДВЦ-системы. Это, вы знаете, как в английской пословице «качество в мелочах» есть такая дюжа, мне нравится такая штучка. Это я вот к тому, что уже безумно фанатею, как работает Вадим. Ну, долго получается, правда, но зато охеренно. Вот, например, распайочная коробка. Блин, ну все просто супер четко сделано. Я говорю, слушай, она будет под потолком стоять, ее никто никогда в жизни, значит, не откроет, не увидит. Она еще и стоит там, блин, 500 рублей вместо того, чтобы можно было купить за 300. Ну вот, однако. В общем, да, это я вам хвастаюсь сейчас, вот как у нас все четко все тут получается, круто. Вот еще, казалось бы, купи обычную, блин, коробку с обычными гермоводами, нет, человек заморачивается. Вчера весь вечер сверлили, у нас вообще сроки все горят, он вчера весь вечер сверлил эти вот дырдочки и каждую такую вот эту самую гаечку сюда прикручивал. Ну, в общем, лично я тащусь. На сегодня это все. Если вы со мной, а вы наверняка не согласны по поводу этого фитофильтра дурацкого, пишите мне в комментарии, обсудим. Вот, а мы сейчас поговоряемся и будем испытывать новинку на аквариумном рынке, вот, новая асплотическая система. Ладно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok